итак ребят всем привет сегодня я вам покажу довольно таки интересную тему особенно это касается для новичков возможно ком будет и полезно и для старичков в общем сегодня я вам разъясню покажу если кто не знает как копать нужно на полях нюансов очень много вы думаете просто вышел на поле и собирать да можно так но когда знаешь кое-какие секреты копать куда приятнее и интереснее тем что находок будет куча сейчас я зайду на поле он классно такой распаханный баранованный ровненький вообще зачетный здесь очень всегда много монет монеты советские где-то самое ранее что я поднимал это наверное ранее советские а в основном рамочники и щитовички и в общем 30 и 40 и 50 и года вот так что будет полезно просмотрите до конца и может быть чему-то научитесь так что смотрим будет интересно вот ребята первая находка на поле долго не заставила себя ждать 2 копейки 56 года сохран просто огонь вообще огонь четко монеты оцените какой сохран зачетно идем дальше ну и 2 ребят находка тоже маленького размера и этот у нас на этот раз медный никель 10 копеек год к сожалению разглядеть 50 56 что ли или какой-то 53 не знаю самое главное то что монета нашлась классно классно поле вообще зачетно ровненько без бугров вот подготовили его наверно уже для засеивания вот так что вот так вот итак ребята ищу я по своей традиции на поле мелкие камушки кирпичи то это ладно вон они лежат вот и как бы светлые белые очаги на черном фоне и вот он очаг и вот он результат глазами нашел надеюсь пятачок редкий тридцать второй год сохран неплохой тридцать второй год пятачок в принципе не частый и вид огонь классно 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 идем дальше так ребят когда у вас на поле начинает попадаться вот такие крупные камни кирпич или же камень вон у нас еще кирпичик в общем это еще не результат того места где нужно искать вам нужно искать мелкий мелкие камушки щит типа щебенки осколки именно от красного кирпича там будет стекло сопутка вот именно туда вам и нужно такие большие камни трактор мог принести из-за вот того даже леса то есть за многие годы большой крупный камень трактора могут утащить это один нюанс второй нюанс вам нужно именно смотреть как идет распашка вдоль поле или или поперек в данном случае у нас трактор ходил туда сюда туда 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 это означает что наша деревня которая стояла вот здесь вот она могла и в ту так что если нету признаков как у меня я знаю что дома стояли вот здесь вот вам нужно искать именно мелкие камушки чуть я позже вам покажу но большой крупный камень кирпич это означает что вы находитесь уже рядышком где могут быть находки но все же единичные случаи единичные монетки все-таки могут находиться где находится вот такой крупный камень но в основном где мелкие кирпичные осколки это вам на заметку это из моего личного опыта так что идем ищем наши мелкие камушки не так ребят подходим мы уже к желанному месту как видите попадаются мелкие камушки мелкое стекло в изобилии вот такие вот корочки в общем керамика кирпич в общем даже вот смотрите декоративное стекло горшочки глазурные именно советского времени вот и его смотрите мелкие вот они мелкие визуально камушки вам нужно как можно чтобы больше было таких вот камушков разбитые камни красные кирпич вот так вот вот это вот надо искать мелкие кто-то задаст вопрос если задаст то отвечу тем что мелкие камушки это означает что где-то распахали фундамент и вот такие вот мелкие мусор на фундаментах и остается а большой крупный кирпич выковыривать и уносит разносит дальше по полям а мелкие остаются там где у нас было что-то так что находки вот смотрите видите это у нас пуговица вот когда идет такая вот сопутка хорошо так что вот на этом вот эпицентре нужно обострить внимание так ребята очередной сигнал но я его еще не видел и не слышал как говорится но вот этот камушек звенит я будем смотреть в прямом эфире что это зараза не ломается увидели вот она вот она красавица надеюсь монета надеюсь и это у нас фигня какая-то лысая без бурта короче это не монета все равно круглая медная забираем еще одна ребят вам подсказка кто ходит по полям впервые это что касается новичков сейчас у нас солнышко села к сожалению я вам пример не покажу но я в основном как еще ориентируюсь когда солнышко есть немножко можно присесть вот и видно проблескивается стеклышки то есть стекло от бутылок от окон в общем вам именно туда так что еще одна вам подсказка куда где блестит как сороки нужно слетаться так что вот так вот так ребята еще одна подсказка вам видите след идет это от лопаты то есть когда вы идете копаете лопату влачете за собой и это ориентир для вас то что вы это место уже прозвонили так что тоже берите на заметку лопату просто берете и по земле волочите вот и получается вот такая борозда и это означает что по правую сторону а для вас сейчас на ли с левой стороны это означает что вы уже прозвонили и уже начинаете например не здесь а вон там это для того чтобы не пропустить никакого участка так что вам как на заметку а вот ребята еще один ништячок надеюсь тоже достаточно будет редкий по размеру вижу пятачок тогда 31 ешь твоя налево самый распространенный тридцать первый год тридцать первый и тридцать второй пойдет пойдет монета вы наверно спросите почему я саськи хожу потому что аккумуляторы на ногти кончились пересаживать что-то неохота да и саськи вообще просто он простой легкий с ним просто я отдыхаю прямом смысле отдыхаю наслаждаюсь копом и так ребята еще на заметку вот такая вот бывает беда попадается на поле пробки цветные проволока алюминиевая медная и хочу вам советовать забирать не выбрасывать его взял и выбросил снова я к чему говорю если поле вам дают находки вы сюда сто процентов еще вернетесь это как пить дать вернетесь и если вы его через плечо выкинули налево или направо на следующем копии вы обязательно вот увидите обязательно ее выкопайте снова вот и чтобы такого не было забирайте с собой в карман и около машины просто выбросите это как рекомендация новичкам старички то все так наверное делают наверное да ну-ка написали старички в комментарии так же поступайте ладно продолжаем свой коп и выбиваем наше излюбленное поле советское поле которое было большим обилием находок прошлые годы и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот знаете, сигналы есть... Но вы еще не забывайте про свои глаза... Катушка ходит, например, там... А вы глазами по сторонам... Здесь вот я шел в этом направлении... Катушечку вот так вот... Мотал... Но взгляд у меня... был обращен еще и по сторонам и вот смотрите что видите это у нас пятачок смотрите вот видите остался слепочек такой красивый и это у нас пятак год 53 вот такой вот монитос и когда вы найдете одну монету например вы не продолжайте не спешите уходить с этого места а извините после того как нашли монету нужно еще делать вот такие вот движение вокруг монеты увеличивая радиус поиска прошли два метра если находок нету продолжаете двигаться туда куда вы шли это очередная моя рекомендация то есть нашли находку обязательно пройдитесь вокруг него пару раз метра на 2 на 3 по всей окружности и возможно у вас что-то еще будет потому что иногда бывают кошельки распаханы то есть одна монета здесь 2 там 3 там 4 здесь а вы могли бы дальше туда уйти то есть тоже совет всегда вокруг одной находки делайте пару витков это советы нужны тем кто начинает заниматься этой деятельностью профессионал я думаю все об этом знает но все равно учение мать учения как говорится не забываем идем дальше итак ребят воспользуюсь случаем перешел я на чаепитие перекурить на улице очень сильный ветер так что общаюсь с вами в машине приятное с полезным в общем есть такое выражение и сходите вдоль и поперек это касается ребята полей уж у поверьте мне если вы ходите в одном направлении вдоль то необходимо исходить его и еще и поперек если находки вдоль были поперек вас тоже порадует и подымите не меньше находок но еще есть как вариант ходить по диагонали вот так что сами должны понимать что катушка все не захватывает вот монета может быть под другим углом лежать вы ее просто-напросто не увидите не услышите вот а если поменяете направление поиска то она найдется это на своем тоже опыте потому что некоторые поля я хожу вдоль и поперек и находки меня всегда рады в данном случае вот это поле я уже ходил шесть раз и постоянно находки есть после особенно спашки которые монеты были внизу и они находятся уже наверху и мы сегодня их также подымали принципе порадовало вот сейчас походим по домовым ямам посмотрим что у нас здесь получится есть несколько сюжетов интересных я вам наверное засниму покажу для любопытства хотя у нас сегодня обучающие видео урок именно как ходить по полям и сегодня я поделился именно теми нюансами которые вы должны знать будете знать находки будут смотрим так ребята еще один советик небольшой многие им пренебрегают но я как бы советую когда уходите по полям и у вас находки есть и вы знаете что вы вернетесь а я вас уверяю вы вернетесь если находки есть на следующий год вот всегда верховой мусор который вам попадается цветной вы складываете в карман и потом за пределы выбрасывайте получилось у меня вот такое количество мусора вот все это цветное все сигналила некоторые вещи я конечно же возьму вот в данном случае латунь я ее возьму попадаются конечно медные гильзы вот веса никакого не имеют и я их просто напросто выбрасываю вот так что это тоже как рекомендация мусор верховой собирайте и выбрасывайте потом под дерево чтобы следующий раз когда вы приедете на поле вам они больше не попадались так что вот такой еще советик и так ребят пришло время прощаться в общем по находкам вы все видели чуть больше десятка монет все советики как я вам и говорил но здесь их очень большое обилие так как мы начали коп уже ближе к вечеру и такое большое количество это просто шикарно в общем надеюсь вам понравился именно такой вот диалог со мной который был проведен на поле где я показывал и разъяснял как что нужно делать на полях это будет очень полезная информация именно для новичков которые только вы только купили металлоискатель и вышли на поля и не знает что с ним делать ну я сегодня вам разъяснил показал ну и в принципе находки тоже все было на этом и все всем пока задавайте вопросы всем отвечаю без исключения до новых встреч